Немногие знают, что вернуть машину в автосалон можно не только в течение первых 15 дней после покупки, но и через несколько лет. Но поскольку автомобиль относится к технически сложным товарам, деньги возвратят лишь при выявлении существенного недостатка. Причем сначала производитель попробует этот дефект устранить. И если не получится, перечислит средства. Если удастся доказать, что это производственный брак, то в этом случае производитель должен возместить владельцу полную сумму устранения указанных недостатков. А в случае невозможности устранения, то стоимость автомобиля. Причем автомобиля с учетом стоимости на сегодняшний день. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда, под существенным недостатком поднимается дефект, влекущий несоразмерные расходы. К ним относятся и повторяющиеся поломки, а также неисправности, которые нельзя устранить в принципе или в течение полутора месяцев. К тому же можно вернуть машину дилеру, если тот необоснованно отказывает в гарантийном ремонте. У нас законом предусматриваются определенные условия. Есть гарантия на автомобиль, а есть дополнительно срок службы. Если срок службы не указан в документах, когда вы приобретаете автомобиль, то по умолчанию срок службы составляет 10 лет. И вот в эти 10 лет вы вправе требовать устранения производственных недостатков автомобиля. Чтобы вернуть машину, для начала нужно зафиксировать неисправность. То есть провести диагностику и получить документ, подтверждающий наличие дефекта. Далее следует написать в автосалон заявление с просьбой устранить недостаток бесплатно. Если в течение 20 дней никаких действий не последуют, или же сроки ремонта сильно затянутся, можно потребовать возврат средств. На первый взгляд это непросто. Однако на практике такие случаи нередки. Действительно у нас был такой опыт, когда человек, автомобилю было 9 лет, когда он ехал по дороге общего пользования, у него просто отвалилась коробка переключения передач. Просто отвалилась и упала на дорогу. Соответственно, он чуть не попал в ДТП, автомобиль был поврежден. Фактически он не знал, что делать, когда обратился к нам. Мы рассмотрели эту ситуацию, подготовили исковое заявление, направили претензию производителю, чтобы он безвозмездно устранил недостатки. Такое было. Потребительское законодательство в России довольно жесткое и дает клиентам много возможностей. Впрочем, противостоять потребительскому экстремизму юристы автодилеров тоже научились.